Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня у нас ролик посвящен полезным идеям для дома и для мастерской. Так что приятного просмотра! Поехали! Есть такой вот брусочек 50 на 25. Сейчас сделаем здесь 2-3 разметочки с отступом примерно 5 мм. Продолжение следует... Получается довольно ровная лента. Друзья, у нас получился вот такой вот самодельный толкорез. Делается, как сами видели, за 5 минут. Так, а для чего же можно использовать ленты? Можно сделать с нее следующее. Берем... Сгибаем пополам. Делаем колечко. ИНТРИГУРЯЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУРЯЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По итогу получаются вот такие вот трубочки... Можно использовать для каких-нибудь поделок... С одной бутылки вот у меня получилось две штуки... По метр сорок... Два восемьдесят... Где-то примерно с одной бутылки получается... Вот, к примеру, начал плести... Можно сделать такую вот косичку... Довольно-таки прочно получается... Я думаю, прям... По спорье... По спорье... Тросу будет... Первым делом разрежу нашу бутылку... Так, нарезал я вот столько гранулов... Чуть их размельчил... Так же нарезал синий, но немножко меньше... Теперь высыпаем все это... И смешиваем... Пропорцию у меня где-то получилось... Наверное... Семьдесят на тридцать... То есть... Семьдесят белого... Семьдесят синего... Теперь зажимаю в тиски головку... Ну, в моем случае это будет на двадцать четыре... Предварительно ее, конечно, нагрею... Будем засыпать прям по чуть-чуть пластика... Теперь нагреваем ее... Сначала на первой скорости... Чтоб небольшое не сдувало... А потом включаем уже второе... Ставлю по бокам... Прогреваем... И немножко начинаем утрамбовывать... И немножко начинаем утрамбовывать... Вставляем болт... В моем случае это восьмерочка... Он сейчас, конечно, кривовато стоит... Но мы постепенно его... Будем выравнивать... Засыпаем опять нашего пластика... Беру шайбу... Одеваю сюда... И... Затрамбовываем... И... Все это... Ну... Смотрим... Остыло... Смотрим, что получается у нас... Пока получается вот так вот... Конечно, есть небольшие поры... Но сейчас мы все обрежем... И посмотрим конечный результат... Друзья, пока барашечка оставлю в сторонку... Покажу почему... Сейчас нарезал просто однородного пластика... С одной крышки... И... Будем заливать то же самое... Потом процесс уже... По итогу готовый результат... Покажу... Друзья, ну как и обещал... Показать после уже процесс... Вот сделал с однородного пластика... И тоже здесь два пластика разных... Тоже синенькие... Немножко есть отличия... Но зато здесь прям вот... Структура... Видно на среде... Все однородно... Также здесь посмотрел... Сперил побольше... Все однородное... С этим пластиком... Немножко защищал... Немножко другая ситуация... Видно, что есть прожилки... И он немножко получился корявенький... Потому что два разных пластика... Два разных... Две разные твердости... Так что всем советую делать... С одинарного пластика... С одного и того же пластика... Особенно делать хорошо... С пластиковых крышек... Которые есть побольше... Пожестче... Такой не пожестче... Помягче... Бывают случаи... Когда заканчиваешь работать пеной... Пены уже совсем не осталось... И под рукой... Как назло... Не оказалось очистителем... Конечно, в идеале... Снять и поставить на полный баллон... Но это в том случае... Если ты будешь пользоваться дальше... В ближайшее время... А если не будешь... И нету баллона под рукой... И нету очистителя... То мы сейчас сделаем... С вами очередную самоделку... И нам до этого понадобится... Как всегда... Пластиковая бутылка... И сам баллон из-под очистителя... Что получится... Давайте посмотрим видео... Первым делом проверяем... Что все пусто... И никакого газа уже нету... Баллончик уже мягенький... И сейчас сделаем... Отверстие... Таким вот конусным сверлом... Ну, я думаю... Этого будет достаточно... Отставляем в стороночку... Вход идет теперь... Пластиковая бутылка... В моем случае... Это из-под дюшеса... Отрезаем донышко... Надеваем теперь... Бутылочку... Вот таким вот образом... Конечно, желательно... Чтобы бутылка была... Чем меньше... Тем лучше по диаметру... Чтобы плотнее... Можно было ее ставить... Теперь берем... Самый простой фен... И начинаем греть... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите... Пробку не открутил... И показалось... Что она вроде бы и хорошо... Плотно облегает... Но при давлении... Она будет слезать... Но мы сейчас это исправим... Сейчас еще раз... Отогреем ее... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что... Примерно получилось вот так... Теперь оставим это остывать... Но пластик остыл... Я просто уверен... Что я уже пробовал... В другом... Другом месте... Что если просто так... Поставить колпачок... Надуть воздухом... Атмосферы 3... Ну... Бара 3-4... То 100%... Это дело все слетит... Ну... Немножко попустарничаем... Да... Все-таки мы делаем... В домашних условиях... Возьмем... Вязальную проволоку... Здесь есть такая рисочка... Углубление... По этому углублению... Сейчас обожмем... При помощи пассатиж... Затянем... Ну... И чтобы это все дело... Точно уже держалось... Возьмем на другую сторону... И так же сейчас закрутим... Затянем... Ну... Ну... как как все знают было все по госту а то же сейчас черную возьму скажите не по госту не пойдет в этом месте за зад замотаем чтобы не поранится ни в коем случае также замотаем снизу чтобы также не поранится не дай бог и также на стыке замотаем на всякий случай чтобы не пропустила не дай бог воздух конечно выглядит немножко кустарненько но самое главное что чтобы это все работало теперь берем от бутылки пробку и желательно максимально по центру сделать отверстие буду делать таким вот сверлом ну почти почти по центру так нам понадобится сосок от автомобиля вставляем его центр и при помощи пассатижек просто вытаскиваем опа он становится очень плотно теперь накручиваем на нашу адскую бутылку и идем чал попробуем накачаем я воздуха а4 бара ну три с половиной больше больше боюсь то есть как видим держит теперь берем растворитель моем случае с 646 стоит он 75 рублей заливаем бутылку но в половину в пол флакончика зарев плате накручиваем нашу супер-пупер крышку и накачиваем его до 3 бар вот я три с половиной накачал я думаю этого будет достаточно идем пробовать берем теперь пистолет и накручиваем его на свое родное место кто мы видим а вот наконец пошла жидкость то есть штука то прям рабочая одеваем родную штучку от баллончика до которая идет вместе в комплекте и можно также промыть то есть давление прям такой достаточно хорошая получается все отлично работает берем на вооружение сегодня поработаем вот с таким вот баллончиком это обезжириватель к сожалению он у меня кончился классная штука вот с ним сегодня поработаем увидите он уже пустой также нам понадобится кусочек камеры старый вооружаем согреве с петербургом и начинаем сверить сквозное отверстие отверстие 6 и 7 в данном случае у меня что нету внутри но в обычном баллончике шарики есть я вот решил два шарика добавить это у меня старых пистолетов вооружаясь ножовкой по металлу и отрезаю вот здесь вот прям возле самой резины сосок вот так обрезанный сосочек выглядит а можно его вставить сюда здесь немножко потолще я специально немножко сделал отверстие поменьше чтобы сосок держался на баллончике я включил паяльник но сейчас понимаю что немножко я сглупил надо было немножко выше делать потому что здесь не очень удобно будет пропаивать тем более пайщик с меня еще 90 уровня но я думаю не все сразу рождаются инженерами но я по крайней мере учусь ну в общем как то вот так вот получилось даже вроде в принципе неплохо ну надо проверить конечно это воздухом сейчас попробуем сделать еще одного баллончика также пустой баллончик из-под краски здесь хочу отпилить его вот досюда вам помочь как же пустой может быть немножко краски там остаться лучше я положу тряпочку чтобы не испачкать и пилю на жесткой по итогу плюнул взял ушм у нас там два шарика и трубочка ведь поэтому часть я эту обрезал под ну покороче при помощи от 100 на все промою по итогу баллончики а промыла такие там два шарика здесь кто не знал да вот кому то может быть где-то пригодятся в пустых баллончиках запускаем их сюда теперь нам пригодится как всегда пластиковая бутылка примерно вот так вот ее отрежем также пригодится нам кусочек вот той же самой камеры которая была задействована в первом случае отрезаем от нее два колечка колечки одеваем на баллончик поправляем что были ровненькие кладем вовнутрь надеваем бутылку до самого упора теперь беру строительный пен получается такая вот бутылочка теперь нам нужно в пробке сделать отверстие отверстие делаю по центру сразу конусным сверлом теперь взял сосок от бескамерной покрышки и вытаскиваю при помощи пассатишева он будет плотненько здесь сидеть единственное что это стоит у нас этот не стоит вот этот точно я знаю что будет работать уже делал примерно похожая но для ацетона это же у нас будет для краски сейчас попробуем заправить покажу почему удобнее заливать нашу бутылку буду обычно лак дуб быстросохнущий для внутренних и наружных работ я понемножку прям чтобы чисто попробовать нам теперь можно спокойно взять и залить наливаем вторую порцию но здесь мы не обойдемся без шприца во втором случае нам естественно нужно выкрутить золотник я делал такую штучку сам чтобы не искать ничего чтоб можно было спокойно взять выкрутить вставляется выкручивается теперь при помощи шприца зальем закручиваем золотник накачиваю все с компрессором не обязательно делать компрессора можно это мобильный автомобильным насосом ручным насосом до 4 с копеечкой так один выкачали теперь берем 2 но пока все идет по плану все до 4 закачали теперь надо попробовать так первым и все скажет нам даже лак немножко разбавится растворителем сделать немножко пожиже и уже получает что можно покрывать деревяшки и не пачкать руки и кисточки какую-нибудь мавильку я думаю все будет здорово заправлять потому что вот издалека вам на ведь на каком расстоянии другую краску добавить что это что это она идея рабочая я думаю многие встречались с такой проблемой домашняя дерево я штука которая сушить белье они вечно ломаются прутки для этого нам пригодится вот такая вот капроновая белая нить сейчас мы попробуем быстренько завязать и все это обвязать берем теперь супер клей станок релом наносим его жирненько так и сверху засыпаем обычной пищевой содой еще раз сверху прольем еще чуть-чуть прям сверху подцепим у нас с вами получилось такое вот соединение которых также можно если да есть это подобработать тем же самым надфирем напильничком хорошо все обрабатывается и довольно крепко будет держаться не хуже чем заводская сварка а даже может быть и лучше некоторых идей пригодится нам новинный паяльник откручиваем винт достаем жало взяли напильник и поехали вставляем обратно паяльник и притягиваем винт и включаем все теперь при помощи нагретого паяльника и такого острого лезвия можно прекрасно резать пластик и край край получается нерваный также можно отрезать бутылки край получается мягенький не острый также я думаю можно лопатый пластик хорошо заклеить после того как паяльник остыл продумать не моем случае он не остывший аккуратненько можно обратно поменять жало закрутить и все у вас обычный паяльник многие думаю сталкивались с таким с такой проблемой что обычной самой дешевой струбцины когда затягиваешь деревяшку или что-нибудь остается очень сильный след для этого как всегда поможет универсальная пластиковая бутылка одеваем а можно вот так вот даже и также затягиваем и как видим никакого следа не осталось пластиковая бутылка настолько универсальна что всего лишь один отрезок и и может поменять вашу жизнь на очень долго нужно возьмем обычный бур по бетону и как видим вся пыль собралась в баночке не надо мусорить самое элементарное для резки аренды сделано углубление по трем разным величинам и канцелярский нож закреплен и прорезается получается лента вот такая многие уже знают и прекратить многие видели что лента прекрасно работает как термоусадка и очень хорошо скрепливает при помощи строительного фена когда она остывает на очень крепко держит за счет своего сужения как временный крепеж очень даже зашибись ну и как показала ранее что можно также пластиковую пластиковую бутылку ставить какую-нибудь стеклянную баночку также взять ферму и у нас получилось баночка уже в пластике уже ее тяжелее разбить и это как раз то что нужно для мастерской и даже есть разобьется то она останется внутри какая-то жидкость потом налитая не знаю какая-то краска если разобьется то нам все останется в пластике показывать конечно буду как бьется но сами прекрасно понимает что пластик хорошо тянул идея тоже рабочая берем десятку болт 3 отметки можно и четыре но мне пока нужно будет три и делаем три складных отверстия по итогу получаю вот так теперь берем провод очищаем вставляем нашу насадку придерживаем пассатишками получаем отличную скрутку на быструю руку понравится вот такая вот бутылка вернее ее горлышко сейчас отрежем быстренько одеваем вот так наше горлышко берем фен у нас получился вот такой вот контейнер который можно открутить взять не запасные грузила которая часть всего там с крючками открываются также можно и крючки все теперь это закрываем и носим сюда с собой также нарезаться из бутылки из этой же бутылки несколько колец можно сделать неплохую термоусадку термо крепеж временный да ну опять же время и так же нагреваем и нам все сидит крепко теперь можно легко даже простой угол собрать чем больше лент нагреваешь тем она прочнее становится и лучше облегает то есть времена зафиксировать что-то можно берем банку опускаем и начинаем также прогревать готовая банка за термозащите в такой пленочной за на меньше будет биться даже видно что изогнутую часть она обошла можно донышко конечно же убрать можно оставить так а тоже будет стоять это опять же не все не оказалось под рукой крышки не беда пригодится от бутылки горлышко правда криво поставил набрал водички и как смотрим вода держится теперь можно взять банку еще взять обычную пищевую фольгу обмотать ее в два-три слоя отрезал также бутылку и теперь засовываю туда банку с фольгой и также нагреваем ее финном получается ровненько аккуратненько сверху надеваем опять же бутылку и также нагреваем оставляем все это остывать теперь по краю крышки канцелярским ножом аккуратно прорезаем она откручивается у нас с вами получился вот такой вот получилось такой вот бы на быструю руку термос которому сохранить тепло гораздо больше чем в обычной банке даем горлышко горлышко конечно немножко уменьшил но зато себе нарезал немножко ленты на данный роликов делал вот такую вот лопатку из лопаты но блин некуда ее вешать попробуем сейчас его отогреть обжарик держится крепко откручиваем крышку делаю сквозное отверстие беру стяжку затягиваю и лишнее отрезаю вставляем стяжку крышку сюда даже может насыпать накручиваем крышку готова теперь можно взять и повесить надо пример я возьму в себя мастерской повешенную крючок и все инструмент висит всегда можно снять и пойти поработать класс друзья также может понадобиться горлышко его зажимаем в тисочки и отрезаем горлышко сделаю отверстие горлышко 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 Для следующей идеи нам понадобится вот такая вот рифленая бутылка. Мы попробуем ее сделать более круглой и также сделаем пробку сразу универсальной и для другой цели также подойдет. Возьмем сейчас пробочку и сделаем ей отверстие. Отверстие сделал на 12. Теперь нам понадобится сосок машинный автомобильный. Вставляем его и будем пытаться вытащить. Сейчас будем при помощи пассатиш. Она к разу четко попадает. Идем сейчас к компрессору и накачиваем нашу бутылку. Почти 4. В тискалку установил фен. Бутылочку зажал в шуруповер. Теперь включаем фен на первую скорость. Тоже не рифленая. Ровненько. Получилась круглая бутылка. То есть кто нарезает ленты, можно теперь вообще полностью срезать прямо до самого донышка. Но это еще не все. Колпачок, я же сказал, будет универсальный. Сейчас покажу, что можно еще с ним сделать. Берем любую бутылку. Я вот взял кула-колы. Накручиваем. Ну, можно ее лучше, конечно, спустить. Идем опять к компрессору. Для примера беру брус 200 на 100. Вот где-то 2 метра. И под него подкладываю бутылку. Закручиваем. Подключаем компрессор. И накачиваем. То есть как вариант поднять дверь. Особо для дверей хорошо, да, там. Я не знаю, даже знаю, что на больших бутылках поднимают машины. Я, конечно, не пробовал. Но знаю, что эта бутылка выдерживает 12 атмосфер. Так что вот такая вот получилась универсальная крышка. Друзья, есть еще какие идеи, для чего еще можно ее использовать? Напишите, пожалуйста, ваше мнение. А у нас с вами получилась вот такая вот подборочка отличных идей. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк, комментируйте. Ну и до новых встреч. Пока-пока.